Приветствуем всех вас на форуме Крипто Бридж-2023! Друзья, продолжаем интервью второй день Минск Бридж-Форум. Привет, Эмиль! Привет, Ян! Сегодня поговорим о медиа в криптоиндустрии. Расскажи, чем занимаешься? Вообще, в крипте я, получается, с сентября 2017 года, уже больше шести лет. Если говорить про основные направления сейчас, первое, я являюсь основателем веб-три проекта Уши. Уши? Да, это наш проект. Ресерч аналитиков DEX. Уши такое запоминающие название, на самом деле, оно к русскому языку не имеет отношения. С японского переводится как бык. Мы запускали бычий тренд на медвежьем рынке, что мы стартовали в октябре 2022 года, когда было прямо самое одно. Самое одно. Это мы тоже стартовали, да. То есть, мы сделали сначала, запустили токен, сделали DIGENT Tokenomicus, которые шли отчисления на разработку, сделали MVP в декабре 2022 года, в апреле 2023 запустили Альфу. Сейчас есть порядка 300 трейдеров, которые торгуют на DEX. То есть, ресерчат, анализируют с помощью нашего софта. Вот. И, соответственно, сейчас мы готовим следующий вот три проекта, но он уже high-log, большой. Это финанс-миридекс. То есть, полностью вот как, заходишь на байнерс или на байбит, и видишь все понятно для любого человека, для любого новичка. Заходишь в какой-нибудь, не знаю, маэс-работки не будет, ни хрена не понятно. Согласен. И вот мы будем делать байнерс-миридекс. Сексуальный, понятный интерфейс. Лимитные ордера, антимеф, газ-кредит, анти-блэк-лист. То есть, биржа. Да. То есть, это биржа в формате кошекового решения. То есть, это будет, ну, уже готов, мы сделали VP. Это Telegram-бот. То есть, как поэстро-бот, только с понятым интерфейсом. Раз. Два. Мы будем разрабатывать веб-версию, мобильную версию, application. И, соответственно, все это интегрировать. Ну, то есть, это будет изначально интегрировано в один фронт и один UXUI. Заботьтесь о безопасности своих цифровых активов уже сегодня. Пользуйтесь email-проверкой от сервиса GetBlock. По ссылке в описании вы сможете бесплатно проверить свой кошелек. Тем самым защитите свои активы. Реклама закончилась. Возвращайтесь к просмотру видео. Команда разработчиков своя? Да, у нас in-house своя. Вот в ушах чисто своя была. Сейчас мы понимаем, что нам требуется высший уровень, то есть сеньоры. У нас, как бы, наш танк-дев-партнер он сеньор, а, как бы, другие ребята там есть медвы. И вот мы планируем, что вот у нас там ниже медва, чтобы вообще никого не было. И мы там, ну, три месяца скаутили. И нашли команду, которая реально может потянуть вместе с нашим делом. И с парой наших там один UXUI остается и продакт остается. А с их стороны, соответственно, бейкеры, фронты и так далее. И, получается, будет такой микс. Но мы им процент будем от доли давать, помимо его финансов. О, это прикольно. А сколько примерно по времени будете делать это все? Если просто, ну, бычку, может, пропустите или нет? Нет, в этом весь смысл, что если мы сделаем это позже осени 24-го, то это будет объект со стола. Если мы успеем до лета, то мы заберем рынок вместе с теми, кто будет давать такие же решения. Я более чем уверен, что гиганты, как мои сработки, не будут бананоганы, как бы дополнительные рекламы делают, так скажем. Но мы не беспокоимся. Они все равно сделают плюс-минус на одного уровня решения, которые делаем мы. Но пока то решение, которое делаем мы, еще никто не сделал на рынке. Но они будут. То есть рынок быстро разойдется. Сейчас сделать централизованную биржу CX, это означает вложить сотни миллионов долларов, чтобы забрать 1% рынка. Смысла нет. Да, чтобы забрать DEX, вот эту историю, да, то есть получается DEX рынок через софты, терминалы, биржи, это по факту голубой океан. Почему? Я говорю данные августа 2023 года, то есть когда мы анализировали и делали первый там пресид рейс. 8,5% пользовалось Maestro Bot, Banana Gun, Unibot. Это три бота, которые забрали 90% всех этих ботовых решений, то есть самые большие. 8%. Сейчас, ну, я не хочу как бы голосовать, то, по-моему, где-то 11-12% в октябре было. То есть рынок пустой, это голубой океан. Я думаю, до конца 2024 года рынок займется более чем на 50%. И там уже будут объезды состава. И вот наша задача вот забрать вот эту часть, потому что просто пример. Вот, ну, как бы говорю при всех цифрах, которые мы получили, не смотрим. В августе Maestro Bot заработал 4,4 миллиона долларов. Месяц чистой прибыли. Чистая прибыль. Это не какая-то история запустить токен, ждать какие-то иксы или какие-то копейки зарабатывать. Это реальный кэшфлоу. Но я понимаю, что тех, кто в службе может нам тоже самое сделать, не работать, потому что сотни таких ботов вышли. Они не забирают аудиторию. То есть нужно новое решение. И нужен маркетинг хороший, серьезный. В любом случае. Отлично это я сказал. Потому что вот даже ту команду разработчиков, которую мы дополнительно привлекаем на подряд, они нам сказали такую вещь. Больше половины наших заказчиков приходят к нам с классными идеями. Мы их реализуем. Но потом все встает. Потому что они заранее подумали второй шаг, как масштабироваться. А мы сразу сказали, ребят, пока мы не увидим возможность Smart Money с масштабом, либо просто адвайзеры вносим. Мы нашли людей, с которыми мы заходим сразу на зарубежный рынок. То есть как только будет готово уже не просто MVP, а полноценное решение. И вот есть выход на зарубежных американских трейдеров в первую очередь, потому что там самый большой объем на эфировской сети. Согласен, согласен. Расскажи, пожалуйста, о YouTube-канале, который ты ведешь. Вот, получается, первое направление у нас. Я сам не разработчик, я кофаундер и как в роли бездева, да, получается. А второе направление, которое тоже забирает там львиную долю моего времени, это медийка. То есть я веду YouTube-канал, Telegram-канал. YouTube-канал, кстати, вот сегодня 1 декабря. Подписывайтесь. Да-да, 1 декабря. Первое видео, кстати, для любого человека будет полезно, как для опыта игрока, так и для новичка. То есть я там даю такой контент, который реально полезен и опытному игроку, и который только заходит в крипту. Сколько у тебя человек на YouTube-канале сейчас? Ну, на YouTube там первое видео выложил, да, то есть это старый канал, который там я никогда не вел, там 2000 человек. А на Telegram-канал я прям веду, там 7500 человек. Ссылочка тоже в описании будет. Да. Скажи, какие тренды вообще видишь? Вот, ну понятно, что за биржами однозначно будущее сейчас, централизованные, децентрализованные, надо сделать какое-то решение. Помимо этого, еще какие тренды вот на рынке ты видишь? Топ-5 трендов. Кстати, это будет сегодня на моем выступлении один из слайдов. Первый тренд – это искусственный интеллект. Все, что связано с искусственным интеллектом – это просто хайп, который будет 100% интегрирован и интегрирован технологически, и хайпово. То есть, как словно говоря, Илон Мастер писал слово «грок» и поставил закреп. Токен 200 миллионов долларов шагнул. За неделю мем – пустышка, просто пример. Второе – Web3. Все, что мы видим – это философия, это просто новый мир. И это в крипте будет максимально отражено. Dex, DeFi – это как раз про это. Второе – Web3. Третье – это RWA. Это догенизация реальных, ну, как правильно. Реальных, реальных. Да, RWA – короче, по-русски RWA. Догенизация реальных активов. Третье. Четвертое – это SocialFi. SocialFi. Я думаю, скажешь, не скажешь. Это FrontTech. Да. Конечно же. И можно туда подтянуть в тон. В потенциале. Согласен, согласен. Потому что это только раскручивается все. Да. И пятое, пятое, пятое. Ну, просто можно много перечислять, это можно добавить. Ну, это вот я тоже с тобой согласен, на самом деле. Ты перечислил топ, который будет. Понятно, что что-то, может быть, какие-то единороги еще там нарисуются, да? Но вот именно то, что на слуху и то, что сейчас есть, это вот топ-5. Топ-5. Поэтому, ребят, если вы хотите чем-то заниматься таким, послушайте нас. Да, топ-5. Вот в этом направлении и двигайтесь. Спасибо тебе огромное. Тебе желаю только развития. Желаю, чтобы ты сделал топовую биржу, чтобы клиентов было много. Ребята, подписывайтесь на все каналы Эмиля. Спасибо. Да, благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.